Мне очень приятно быть здесь, в Риме. Вы должны знать, что для нас, французов, город Рим, как и вся Италия, представляет собой место, где можно встретить множество удивительных личностей. Как Альтюсер стал Альтюсером? Это вряд ли кому-то будет интересно. Можете все же рассказать о своем путешествии? Мой путь был крайне прост. Я родился в Алжире. Мать моя была дочерью бедного крестьянина из Центральной Франции, который решил переселиться в Алжир ради работы лесничей. Мой отец был сыном жителя Эльзаса. Мой дед попытался перебраться в тогдашнюю Францию в 1871 году, но французское правительство сослало их. Представляете? Сослало. В Алжир. Вот так и познакомились моя мать с отцом. Сам я жил в Алжире до 1930 года. Потом я прожил 6 лет в Марселе и затем 3 года в Лионе. После я пошел в армию, выгодил в плен во время войны. В итоге я провел 5 лет в немецком концлагере. Затем я вернулся во Францию, где завершил свое обучение по философии в 1948 году. С тех самых пор я являюсь профессором в высшей нормальной школе. А как насчет вашего интеллектуального и профессионального пути? В ранний период я подвергся влиянию двух людей. Первым был Жан Гитон, который был католическим философом. Другом римского папы Иоанна XXIII. Католиком? Да, католиком и католическим философом. Также он был близким другом папы Павла VI. Еще он помог мне завершить мою диссертацию. Упускную диссертацию. Второй был профессором истории. Его звали Жозеф Урс. Он был потрясающий человек. С 1936 по 1939 он рассказал нам обо всех актуальных событиях, что тогда происходили. Война, поражения, чудеса, проигрыша маршала Петена. Он объявлял, почему именно Петен захватил власть. Он объяснял все, что тогда происходило. Великолепно. Тогда я мыслил в рамках этих тем, ведь на тот момент я и сам был католиком. Я тогда даже создал католическую организацию в лицее, где учился. Будучи католиком, я мог наблюдать две точки зрения. С одной стороны, была католическая церковь, которая призывала крайне внимательно следить за социальными проблемами. С другой стороны, был взгляд того профессора истории, который был католиком и при этом поклонником якобинства. Он рассказывал нам обо всем, над чем работал и о невероятном мире собственной дисциплины. Вот так я и был сформирован. В какой момент вы стали коммунистом? Я стал коммунистом, потому что был католиком. Тогда я не отказывался от религии и в глубине души сохранил католические убеждения. Сейчас я не хожу в церковь, но это не имеет значения. Вы же не просите людей ходить туда. На момент вступления я оставался католиком, точнее гуманистом-интернационалистом. Я полагал, что в коммунистической партии существуют адекватные средства для реализации всеобщего братства. Затем было и влияние моей жены, которая сражалась во французском сопротивлении и которая научила меня очень многому. Многое вообще появлялось у меня благодаря женщинам, поэтому я и вижу очень важную роль, серьезную роль женского движения. К сожалению, женщины мало знают о своих возможностях, перспективах и способностях участвовать в политике. Какую роль католическая культура играет сегодня? Ох, у нее значительная роль. На мой взгляд, сегодня успех социальной революции или же глубоких социальных перемен зависит от союза между католиками. Здесь я не имею в виду церковь, однако и она может сыграть роль. Католиками, другими мировыми религиями и коммунистами. Касательно соотношения науки и гуманизма, вы критиковали идеи молодого Маркса, утверждая, что нельзя полноценно заниматься философией, не обозначив границ науки. Сейчас вы, ориентируясь на капитал, пытаетесь создать марксистскую философию. Существует ли она вообще? Нет, в старом смысле марксистская философия не существует и, более того, не может существовать. Я говорил об этом еще давным-давно, через два месяца после написания краткого предисловия к итальянскому изданию «Капитала». После публикации я осознал, что, скорее всего, ошибался. Сейчас стоит говорить скорее о марксистской позиции в области философии, чем о марксистской философии. На данный момент, после 15 лет исследований, я могу сказать уверенно, что в классическом смысле марксистская философия невозможна. Просто невозможна. Тогда такой вопрос. Чувствует ли диалектический материализм? Ну, это одно и то же, но гораздо хуже. Термин «самоопределение» как-то соотносится с понятием «коммунизм». Возможно, но не для меня. В чем же их разница? Просто термин «самоопределение» до сих пор так и не получил четкого определения или содержания. А вот понятие «коммунизм» их имеет. Кроме того, самоопределение не существует. А вот коммунизм в некотором роде существует уже сейчас. Например, прямо здесь, на этой крыше в Риме. В каком смысле? Коммунизм – это способ производства, где отсутствует капиталистическая эксплуатация или какие-то формы авторитарного политического господства. Жесткого идеологического навязывания со стороны правящих классов тоже нет. Вот и среди нас сейчас таких отношений нет. В этот самый момент? Да, в этот самый момент. В этом смысле уже сейчас по всему миру есть небольшие островки коммунизма. Религиозные сообщества, профсоюзы и партийные ячейки, то есть единицы коммунистических партий. Конкретно в моей коммунистической партии также есть ячейки. В некотором роде это уже показатель реализации коммунистических принципов. Или посмотрите, как играют в футбол, что там происходит. Речь уже идет не о рыночных отношениях или о авторитарном политическом господстве. Все эти люди из разных команд противостоят друг другу, но при этом они уважают правила и друг друга. В данном смысле коммунизм можно рассматривать как уважение друг к другу. А в чем разница между уважением и любовью? Разница весьма значительная. Например, в христианстве. Когда Христос говорил, что вы должны любить ближнего своего, любовь превращается в форму господства. Порядка, в соответствии с которым вы обязаны любить кого-то другого, как самого себя. Но вы можете и не хотеть этого. В противоположность этому уважение это то, что принадлежит вам. Если вы говорите, что должны любить других, другой становится вовлеченным в вашу любовь. Он не может от нее уйти. Но если он не заботится о вашей любви, что он может сделать? Что вы делаете, если настаиваете, я должен любить тебя, я должен любить тебя, потому что Христос просил меня? Но если у вас есть уважение к другому, то он оставит вас делать все, что вы хотите. Если он хочет, что вы любите, если он хочет, что вы любили его, тогда все в порядке. Но если этого не хочет, это тоже хорошо. Ленин как-то сказал, что между марксистами и анархистами около девяти десятых общего и лишь одна десятая различия. Что коммунисты хотели отмирания государства в дальнейшем, а анархисты его немедленной ликвидации. Вы согласны с этим? Конечно, я согласен. В этом смысле и я анархист, социальный анархист. В этом плане я не коммунист, так как социальный анархизм более широк, чем коммунизм. Почему же тогда распалось культурное объединение коммунизма и анархизма? О, это крайне драматичная история. Вы, вероятно, знаете, что в отношениях Маркса и Бакунина интеллектуальное доминирование Маркса было абсолютным. Это была ужасная история, просто ужасная. Я хочу сказать, что Маркс относился к анархистам крайне несправедливо. В результате это привело к негодованию масс, которое частично продолжается и сейчас. Такие вещи длятся довольно долго, особенно когда с кем-то плохо обращается кто-то другой. Порой кажется, что вам нужно быть самим Христом, чтобы снова поговорить с тем, кто не может вас простить. Зачастую люди действительно оскорбляют и не уважают друг друга, как случилось с Марксом и Бакунином. Да, Бакунин был немного сумасшедшим, но это ничего не значит. В наше время везде полно сумасшедших людей. Я и сам немного сумасшедший. Давайте поговорим о революции на Западе. Да. Каковы сегодня исторические условия для появления революционной ситуации в западном мире? Это очень сложный вопрос, который частично выходит за сферу моих исследовательских интересов. Имеется в виду теоретический аспект. Да, я понял, что вы имели в виду. В качестве примера возьмем ситуацию в Италии, где революционная ситуация на данный момент блокирована, так же, как и во Франции. Причем, на мой взгляд, здесь, в Италии, революция сейчас еще более маловероятна, чем во Франции. Но это лишь гипотеза. В свое время Ленин дал лишь общее соображение. Те, кто наверху, уже не могут жить по-старому, а те, кто внизу, уже не дадут так просто собой управлять. Это все совокупность условий. Но эта совокупность пока еще не существует. Люди, которые находятся на вершине, уже не могут так просто всеми командовать. Это правда. Но те, кто снизу, рабочие, крестьяне, интеллектуалы, все еще могут поддерживать действующий режим. И они его поддерживают. Однако всему приходит конец. И когда существующий режим будет опровергнут низами, начнется настоящая революция. То есть вы утверждаете, что социалистическая революция начнется лишь за счет кризиса капиталистического способа производства? Спиталистический способ производства всегда связан с определенными кризисами. В этом заключается марксистское понимание капитализма. То есть капитализм всегда сопровождается кризисами. Другими словами, сами кризисы являются нормой для капитализма. Вы также утверждали, что идеологические аппараты государства являются крайне важными структурами в контексте классового господства. Да, это так. Но при этом я подчеркиваю, что государство неразрывно связано с функционированием идеологических аппаратов. И это серьезная проблема. Антонио Грамш использовал термин гегемонистский аппарат. Наши концепции очень похожи, однако из системы Грамши исчезает государство. Я очень осторожен в сохранении государства в системе анализа. Однако это потому, что наиболее важную вещь и играют его идеологические аппараты. Конечно, во многом все зависит от того, что именно вы понимаете под государством. То определение, что когда-то дал Маркс, уже не жизнеспособно. Маркс ведь вообще не очень интересовался государством и самим феноменом политического. Безусловно, он верно рассматривал государство как орган классового господства. Но при этом подробно не затрагивал функционирование государственных институтов и саму структуру государства. Так, к примеру, Грамши, как и вы, писал о газетах, отмечая, что независимо от того, являются ли они частными или государственными, они все равно остаются идеологическими аппаратами. Нет, нет, не идеологическими, а гегемонистскими. Гегемонистскими аппаратами? Да, да, я с этим полностью согласен. В современном мире аппараты воспроизводства уже не ограничены традиционными институтами, такими как партии, профсоюзы или семьи. Например, да, все так и есть. Фабрики тоже используют определенные аппараты воспроизводства. Карьера, служебная иерархия и так далее. Да, 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 конечно. Я не говорил об этом напрямую, но все так и есть. Вы также известны как создатель нового понятия сверхдетерминация. Можете пояснить данный термин? Я разработал эту концепцию благодаря идеям Фрейда. Но при этом я использовал это в теоретической области, которая никак к его мысли не относится. В настоящее время мы не можем установить какую-либо связь между идеями Маркса и Фрейда. Разве что в отношении к философии, материализму и так далее. Я позаимствовал одну из его концепций в контексте объяснения общества и политики, а также исторических событий. Данная концепция не должна однозначно рассматриваться в контексте абсолютной детерминированности. Я ведь поэтому использую понятие сверхдетерминации в совокупности с поддетерминацией. Данные понятия существуют вместе не просто так. Ведь всегда есть несколько причин, которые могут привести к определенному исходу. Но при этом мы всегда можем выделить главную причину, которая при этом не обязательно в конечном итоге окажется доминирующей. Это и есть результат философского исследования. Можете привести пример? Как пример история со Сталиным. Крайний сверхдетерминированный случай. Как известно, Хрущев объявил, что он сошел с ума. Откровенно свихнулся. Это было подано как единственное объяснение. Но ведь очевидно, что это не могло быть единственной причиной. Личные качества Сталина могли сыграть роль в политических процессах СССР. Но были ли они при этом главной причиной? То есть сверхдетерминации. Я полагаю, что чтобы понять мир Сталина, стоило бы заходить с разных сторон. Вы должны понимать, где вы находитесь в отношении самой реальности. Под ней, над ней или же с ней самой. Сверхреальность означает, что вы находитесь над самой символической реальностью? Это означает, что мы несколько запаздываем по отношению к ней. Вообще в истории существовали случаи, когда поэты, музыканты или философы-утописты опережали свое время. Как пример, мы на этой самой крыше запаздываем по отношению к реальности. Причем абсолютно. Мы ведь лишь пытаемся ее понять, а не опередить. То есть мы поддетерминированы? Да, именно так. Энст Блох как-то сказал, что судьба человека всегда анахронична. И что жить стоит лишь своей собственной историей, понимая при этом ход мысли вековой давности. Да, мышление всегда запаздывает. Это правда. Но все это вряд ли поможет, так как в подобной ситуации нужно говорить за себя, а не за других. Ваш метод работы подразумевает постоянную учебу, верно? Я действительно склонен постоянно учиться, считаю это крайне важным. Полагаю, что само слово знание – это слово номер один. Уже потом изменяется мышление, образ мышления и сам образ действия. Это также означает изменение самого способа организации, способа мобилизации, чтобы другие смогли понять, как возможно побудить остальных к участию в профсоюзах, политике и так далее. Вы сказали о побуждении к участию в политике. А что вообще такое политика? Что такое политика? Борьба за свободу и равенство. Тогда что же подразумевается под политическим участием? Это значит уметь осознавать реальные отношения в обществе, отношения, которые непосредственно связаны с политикой и властью. В одном из своих текстов вы использовали метафору, которая гласила, чтобы разбираться в политике, нужно уметь играть на пианино. Да, это были слова Мао. Что это значит? Я объяснил это в статье, которая еще пока не вышла в печать. Сейчас не вижу смысла ее воспроизводить. Еще одна история, которую вы рассказывали, история о дуге и осле. Да, да. Это очень простая история. Я узнал, что Ленин рассказывал эту историю, когда жил в Швейцарии. Он пытался объяснить людям, как им нужно изменить свое мышление. История была такая. Она происходила в России и в сельской местности. Около трех часов ночи мужчина по имени Иван проснулся от сильных стуков в дверь, когда спал в своем доме. Он просыпается и идет к двери, чтобы посмотреть, что происходит. У двери он находит молодого человека по имени Григорий, который кричит, случилась ужасная вещь, ужасная. Пожалуйста, пойдем со мной. Григорий ведет Ивана на поле, в центре которого есть великолепное дерево, дуб. Это ночь, и никто нормально не видит. Григорий говорит, ты знаешь, что они сделали со мной? Они вернули мой дуб ослу. Но факт остается фактом. Осла привязали вокруг дуба. И Иван отвечает, ты совершенно сумасшедший, Григорий. Этого достаточно, чтобы изменить свое мышление. Не говорите, что они привязали дуб к ослу. А вместо этого привязали осла к вашему дубу. У нас больше нет вопросов, а у вас есть что добавить? Предлагаю пойти на пляж. Сегодня чудесный день, не так ли? Они поверили которое пришли в минуту, мне пиле. У меня «великолепный пилот пилот." Не знаю, не знаю, что это изменили. Субтитры создавал DimaTorzok